Народ был кочевым издревлеем, и они меняли кочеве для того, чтобы, во-первых, давать отдыхать земле, во-вторых, чтобы по сезону следовать на те места, где хорошо развивается и, скажем так, живнее скот. Карлоские люди, они в основном жили скотоводством, животноводством. И во время переезда, во время кочевки пути могло случиться разное. Бывало так, что из-за затянутых дождей где-то приходилось перекантоваться на какое-то время. И в это время мог родиться ребеночек. Распили нового каля или чек, брали определенный кусок ткани и пеленали ребенка. Разматывали. Ну, также бывали случаи, когда кто-то мог скончаться. Старики, кто-то от болезни. Обратно рассматривали или чек, или каляк. И погребали человека. То есть это очень функциональная вещь. Иногда бывало так, что нужно, ну не знаю, кусок нефрита, может быть, нашли где-нибудь, да, в горы, нужно было вывести. То эта ткань сложила котомкой, рюкзаком. И между слоями, между слоями, я помню, моя бабушка даже, у нее было и лечеб. И между слоями она хранила ключи от сундука. А в сундуке было все богатство. Там был индийский чай, там был китайский шоу, там были японские платки. И все это она хранила в сундуке, а ключ хранила в своей миличеке. То есть в этом миличеке женщина хранила, особенно старшие женщины рода, они хранили там драгоценные стены. И сегодня мы хотели бы вам рассказать, немного показать, что это такое, и как все это делается, и каким образом традиционная пункта сегодня выражена в нашей современной жизни. Мне сказали, что тут есть у нас англоговорящие гости. У нас есть англоговорящие гости сегодня. Я просто хотела бы рассказать на английском, для наших английского гостей, что я из Кернистана, и наша традиционная культура сегодня сегодня мы будем рассказывать о том, что это миличеке. И сегодня мы приведем к выставке, культурной культура, о том, что это культурное культура, о том, что это культурное культура. Это культурное культура, о том, что это культурное культура. И вот такая модернная культура и модернная экспрессия входит из культурного культура. А сейчас ваш дизайнер Васильев Абранова, она покажет вам, она показывает уже, как наматывается каляк. Вообще каляк или черт, это вот не просто взяла одна женщина, вторая гомотала, да? Это посвящение энергии. Когда впервые наматывается элличек, это значит, что женщина выходит замуж. Только замужние женщины у нас носят такой головной убор. Не замужние носят другие головные уборы, мы вам чуть позже покажем. И когда наматывается элличек, когда наматывается каляк, то старшая женщина, младшая женщина вместе с этим наматывает свои пожелания. Пожелание счастья, пожелание крепкой семьи, пожелание здоровья детей, здоровья всего рода. И это, знаете, такая традиция укрепления рода через укрепление женских связей. Связи между женщинами. И по возможности элличек и каляк женщины старались украшать. Наша традиционная одежда, она служит своего рода визитной карточкой. Ну, в те времена, да? В то время по одежде можно было определить, с какого женщина рода. Асель сегодня в элличеке в своем родоплеменном. Элличеке это вот гу-у, он находится на из-за символии, она с оборотом из-за символия. И по одежде женщины можно было определить, откуда она там, какого она статуса. Может быть у нее муж век или пи, соответственно, женщина украшала свою одежду камня, они висели по каким-то родоплеменными знаками. И в те времена, ну, не было никаких современных технологий, не было ни письма. Тогда мы читали по одежде. И вот у меня на волосах это чачпак, это накосные украшения. Они сегодня, в современном виде, они уже не весят так много, а старинные чачпаки, они весят до 4 кг. И почему женщина, когда ходит в элличек, она ходит прямо, потому что, во-первых, элличек имеет определенный объем, и чачпаки тоже имеют вес, поэтому женщина ходит прямо. И по чачпакам можно было тоже определить, с какого рода эта женщина, богатая ли она, бедная ли она, может быть, муж у нее управляющий, где-то, да, с правительства какого-то рода, местности. И когда женщина подходила к юрте, монетки звенели. На ней сегодня другой чачпак. Традиционно чачпаки еще бывают с монетками. И когда женщина подходит к юрте, монетки звенят. И когда монетки звенят, внутри знают, что к юрте подходит женщина. Женщина примерно 60-70 лет. Возможно, она, если это звон монет, по звону монет определяет легкий звон или тяжелый звон. Когда тяжелый звон, значит, это знатная женщина. Сколько мы метров сегодня наматываем? Сегодня мы наматываем 16 метров. Да, и голова покрыталась под контурья. Каляк. Это двусторонняя вышивка для того, чтобы хранить женщину от ветра, от солнца. И в то же время красиво. Каляк, он был воссоздан оселью ее команды из исследований, которые она проводила на памире уедничественных призов, которые проживают на территории Таджикистана, Афганистана. Пройдите, пожалуйста. на территории Таджикистана. И сейчас мы хотели бы вам показать что из себя представляет традиционная одежда кролеской женщины. И сейчас вы можете видеть коллекцию традиционных женщин-классов не только женщин.